Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Сегодня у нас замечательный эфир, потому что речь пойдет о русском языке. Я, правда, не знаю, за 26 минут рассказать о его красоте и величии трудно, потому что тут убеждать особо никого не нужно, наверное. А вот о том, как правильно сегодня преподавать русский язык, как дети сегодня получают знания. И, конечно же, важная дата – 6 июня, день русского языка, который, как известно, теперь у нас с некоторых пор отмечается в день рождения Пушкина. И тут тоже такая дата – 225 лет. Александр Сергеевич по-прежнему с нами, а в студии у нас Юлия Викторовна Быстрикова, учитель русского языка и литературы гимназии номер 18, лауреат муниципального конкурса «Учитель года-2022» и победитель муниципального этапа конкурса в номинации «Лучший учитель русского языка и литературы». Это прямо к нам, сюда, в программу. А также Софья Дмитриевна Жигорникова, учитель русского языка и литературы гимназии номер 41, лауреат муниципального конкурса, который тоже у нас называется «Учитель года-2023». То есть вы друг за дружкой идёте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрю на вас, сейчас пригласить, да, костюмера, 19 век костюмы, и вот прямо две Натальи Гончаровых таких у нас находятся. Видимо, мне кажется, что вот это изящество должно быть учителя русского языка и литературы. Мне кажется, это добавляет определённого шарма. Но давайте поговорим. Начнём всё-таки с Александра Сергеевича. Вот есть же две версии. Одни говорят, действительно, Пушкин наше всё, да, и искренне любят до сих пор в разный возраст. Да, читают некоторые, в запой читают Евгения Онегина наизусть, я таких людей знаю. Есть люди, которые считают, что Пушкин слишком, ну, как бы так вот уже его возвеличили. Знаете, как в советское время у коммунистов Ленин был везде, у нас практически на втором месте по количеству памятников Пушкин. Вот как тут найти золотую середину? Вот что для вас, Александр Сергеевич Пушкин, как явление и как поэт? То есть кто для вас, Александр Сергеевич? Начнём с вас. Хорошо. Ну, я, наверное, всё-таки к первой категории отношусь людей, потому что для меня Александр Сергеевич Пушкин – это действительно всё. Это классик. И это не просто слова, потому что талант и вклад в литературу, в развитие языка, формирование национального самосознания, ну, вот этот вклад, он неоценим. Я всегда об этом знала, думала, и именно эти идеи транслирую в школе, потому что ребята должны знать Александра Сергеевича Пушкина, знать его произведения, учиться на них, расти, воспитываться и брать всё самое важное и ценное из этих произведений, из этих вечных образов. Поэтому я думаю, что Пушкин – это для нас всё. Это наша литература, это наша история, это наша культура. И без него литературы и читающих людей, наверное, не может быть, но это моё такое личное мнение. Хорошо. Так, Софья Дмитриевна? Ну, я, конечно же, не буду спорить с коллегой, я абсолютно её поддерживаю. И мы выступали тоже на эту тему в Российской академии образования, и действительно Пушкин является главной, наверное, фигурой в русской литературе, потому что он Пушкин, Александр Сергеевич, и мы его все так любим. Но здесь нужно ещё учитывать и исторический контекст. В Российской академии образования мы как раз-таки обсуждали вопрос, почему Пушкин важен для нас именно с точки зрения научной. И именно с его творчеством тот язык, на котором мы сейчас общаемся, он стал общепринятым. Русский литературный язык. Мы ему очень в этом обязаны. Ну, я сейчас смотрю с позиции детей, да, дети же, они всё-таки, понятно, что любят школу, вот, школу можно по-разному любить, это зависит от школы, там, или гимназию, например. Вот, хочется ходить, потому что друзей увидеть, а кто-то ходит, потому что хочет знания получать. Тут много всяких аспектов. Но просто речь идёт о том, что правильно мы ли сегодня говорим о Пушкине, и правильно ли программа выстроена по русскому языку и литературе с точки зрения пушкинского направления. Не превращаем ли, когда очень много об одном и том же явлении говоришь, иногда можно, что называется, но человеку может надоесть, скажем так. И поэтому вопрос звучит так. Насколько я понимаю, всё-таки у нас сидят два победителя, у вас есть какие-то особые подходы к этому явлению, когда ты берёшь, например, ну, в данном случае не обязательно только Пушкина, а какого-то поэта, писателя, с которым вы, что называется, уже практически на «ты», вы прочли, вы через себя это пропустили, а теперь вам нужно это преподнести детям. И сделать это так, чтобы они потом сами полюбили. А дальше вы уже как бы… Вот как это сделать, чтобы это, знаете, как… Ну, опять ЕГЭ вспоминаем. Ага, Пушкин, это какое-то поэма. Евгений Онегин. Браво, да? Вот такой цитатник. Вот как это сделать? Ну, давайте начнём так в целом, да. Школа, урок, все мы знаем, какая должна быть структура урока. Все мы понимаем, на чём базируется учение. И, конечно же, первый шаг в любом уроке, неважно, какой это предмет, это, конечно, мотивация. Если будет интересно, тогда будут знания, будут развиваться способности, ребёнок будет хотеть самостоятельно действовать. Дополнение, что-то искать. Конечно, конечно. И тогда мы увидим, как развивается этот пытливый ум. Поэтому мотивация – это первый шаг. Как работаем мы в школе? Ну, наверное, любой учитель вам об этом расскажет, да. Конечно же, отбор материала должен быть тщательным. Но есть как бы программа? Есть программа, конечно. Есть программа. Ну, у меня нет вопросов к программе. Если только немножко посетовать, что мало часов литературы, ну, наверное, так могут сказать любые учителя-предметники, что их предмет самый главный, и надо было побольше часов. Ну, вы же, наверное, слышали, нас некоторые депутаты предлагали, что вот Евгений Онегин, что там в школе Евгения Онегина поймут. И вообще, если вчитаться Евгения Онегина, там как бы не всё хорошо. Если мы возьмём образ Татьяны, то непонятно, она хорошо поступила или плохо, да. А уж если мы возьмём, ну, Анну Карегну, это уже другой классик, тоже там есть споры. И мы видим, что на полном серьёзе обсуждается это. То есть тут ещё есть элемент, когда нужно подготовить ребёнка к пониманию того, что происходит, а не просто, вот как я помню, даже из наших школьных, вот обязательно надо что-то выучить, а уж зная, понимаешь ты, о чём идёт, не понимаешь, просто зубришь. Вот это, наверное, важно. Вот, Савина Анатольевна, что вы в продолжении этого расскажете? Как сделать так, чтобы Пушкин в сердце вошёл, а не просто вот как вошёл и вышел? Ну, мне кажется, ну, это на свой вкус. Да. Всё-таки нужно, вот это то, что я делаю, как-то немножечко в какой-то степени абстрагироваться от вот этой вот шаблонности. От обезаловки. Ну да. Для меня, например, что важно, это заразить своим примером. Я сейчас кому-то может показаться, что слишком много на себя беру, но тем не менее, это может отражаться в прочтении стихотворения. Ну вот у нас ребята все учат, выходят к доске, читают, но каждый из них читает достаточно сухо. Ну почему? Потому что это обязанность. Но когда учитель это делает, так вот я сейчас встану перед вами, прочитаю стихотворение, это действительно кого-то заражает, заражает интерес. Сделай лучше, чем я, да. Сделай лучше, чем я теперь. В какой-то степени, да. Заражает интерес самого учителя. Не то, что он пришёл, открыл учебник, мы сегодня будем проходить Пушкина, Гоголь, Достоевского, неважно кого, но показать, что ты сам заинтересован, тебе действительно нравится, ты можешь помимо школьной программы сказать ещё что-то интересное, дать им пищу для размышлений, да, то это, конечно же, заставляет заинтересоваться. По-другому, конечно. Я тоже вспоминаю, что программа, она есть, безусловно, и натаскивание на ответы на ЕГЭ, особенно если русская литература, русский язык является, ну как бы там, во-первых, обязательным, да, где-то ещё и если человек поступает на филологический, тут уж сам Бог велел. Вот мне кажется, ещё такой важный момент, у нас прям такой теоретический сейчас разговор, во-втором мы поговорим о ваших проектах, потому что у нас не просто учителя сидят замечательно, а ещё участники проектов и победители проектов, и номинанты, но Пушкин всё-таки наше всё. И вот тут возникает такой вопрос, может быть, когда ребёнок читает стихотворение Пушкина, есть такое понятие вот в нашей профессии – смысловые слова. Это когда в каждой строчке поэт вкладывает какую-то историю. Вот можно провести эксперимент, взять четверостищие, раздать его, да, и каждый пусть сделает ударение на разные слова, и уже получится разный смысл. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Три слова, три разных ударения, три разных смысла. Может быть, вот это одно из важных тоже составляющих русского языка, он очень смысловой. Нажешь некоторые слова – миллион синонимов, и каждый имеет друг, товарищ, знакомый, приятель. Четыре разных слова, и каждый из них разную имеет окраску. Согласны, Санна? Согласна, конечно, согласна. Ну, величие русского языка, безусловно, неоспоримо, да, об этом говорим мы, носители русского языка, об этом говорят и иностранные граждане. Тяжело учить, да. Тяжело учить, не все могут понять, но мы же говорим с вами о поэзии. Поэзия – это чувство, нужно почувствовать. Если не прочувствовать, ну, тогда, наверное, и логические ударения не помогут. Но если действительно это будет стихотворение с правильной расстановкой логических ударений, чтобы человек, который презентует это стихотворение, понимал, о чем идет речь, почувствовал, увидел, можно так сказать, этот образ, который заложил автор, я думаю, что у него все получится, и будет проявляться вот вся красота, эстетика, нежность, да, ну, смотря от темы, конечно. Ну, да, это может повлиять, вообще-то, на образ дальнейшего человека. И ребята так, они же раскрываются. Это изначально они приходят и еще не умеют, они чеканят стихотворение, стишки, они чеканят. Но потом, когда они переходят уже в такой предмет, как литература, и знакомятся на уроках с разными текстами, с разными темами, с ситуациями, понимаете, они включаются в это. И, конечно, это положительно отзывается в их душах, они научаются, вот так скажем. И потом могут продемонстрировать уже, конечно, свое понимание и вот свои навыки в языке. Ну, то есть можно понять, почему Татьяна так поступила, даже в школе. Да, конечно, можно и нужно. Если правильно понять. А, Софья Дмитриевна, вот такой вопрос на финал первого пушкинского отделения. Дальше будем говорить о ваших успехах. А чем все-таки отличается русский язык от русской литературы? Что важнее? Язык или литература? Ну, во-первых, они вообще неотъемлемы, понятия абсолютно. Но два разных предмета? Это два разных предмета, но они пересекаются. Если мы говорим о Пушкине сегодня, то я уже сказала ранее, что это вообще он созидатель того языка, на котором мы говорим. Если в историю углубляться, то были, конечно, великие русские поэты, писатели, которые до Пушкина пытались решить дилемму, как изменить язык так, чтобы на нём могли говорить все. Лермонтов до этого, теория трёх штилей, пожалуйста, да? Низкий, высокий, средний. Вот проблемы среднего он так и не решил. Самый сложный. Высокий для поэзии, низкий для обычных бытовых, скажем так, писем. Державин, да. Ну, у нас же такой язык-то и остаётся, в принципе, на нижний уровень, причём мы можем спуститься с верхнего на нижний, если нужно. Но не всегда с нижнего можно подняться на верхний уровень. Мне кажется... Чувствуете уже научную беседу у нас? Ну да, конечно. Но здесь, мне уже кажется, вопрос можно рассматривать через призму самого человека. Это ведь желание. Как человек обогащает свой словарный запас? Это книги. Здесь вот, пожалуйста, как раз-таки литература нам помогает. То есть язык и литература нам нужны не только для общения, но и для понимания какого-то самого себя. Конечно. И своего статуса, скажем так, как человека. Язык, мы общаемся на языке. Литература нам помогает окунуться в психологию не только человека, который сидит рядом со мной, да? Будь мы с вами там оба писателями. Это общение сквозь века с нашими предками. Это объяснение каких-то психологических, культурологических аспектов нашей жизни. Ну и каких-то истин. Конечно. Которые где-то доказаны, а где-то нет. Кстати, тут уже как в математике. Что-то доказали, а что-то не получается. Ну и финальный вопрос обеим в первой части. Я больше всё-таки любил литературу, потому что там можно было вывернуться. А в русском языке я как бы запятую не поставил. Факт это факт, да. Но была такая история, как сочинение, как в фигурном катании. Одна оценка за грамотность, другая оценка за, ну скажем так, артистичность, за литературу. За текст. Вот для вас какая оценка важнее? Та, которая за грамотность или которая за текст? Ну, наверное, смотрите. Провокационный вопрос. Да, да, интересный вопрос, хороший вопрос. Я думаю, что не вы первые, кто задаётся этим вопросом. И ответ уже есть. Наверняка вы все помните, что в школе, в старших классах оценка за сочинение, она делится, выставляется на предмет русский язык и литература. И это тоже, наверное, да, показатель того, что обе оценки, проделанная работа в этих, скажем, двух частях, она одинаково важна. Да. Потому что, действительно, первая оценка – это текст. Это текст, это композиционная стройность. Ну, все мы знаем эти критерии, это отсутствие речевых ошибок. Это то, как человек может говорить и в своём тексте показать нужную историю, правильную, логичную, такую вот стройную. Ну, вот выпали две запятые, и нижняя оценка сразу же. Да, да, конечно. Орфография, пунктуация. И красная, этот, золотая медаль, до свидания. А так красиво написано. Ну, если претендент у нас есть на золотую медаль, наверное, запятые никуда не пропадут. Научим, да, научим. Да, потому что, создавая тексты, ну, человек знает и правила, и интуитивно слышит, где нужно. Ну, то есть вы 50 на 50, да, и та оценка важна. Я думаю, что 100 на 100, да, обе оценки важны, так нельзя. А у вас как? Сейчас начнётся война белых и красных розмеников. Да, 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 да. Я, как магистр литературы ведения, наверное, склоняюсь... Тогда всё понятно. Да. Склоняюсь к тому, для меня. Я не настаиваю, чтобы кто-то принимал мою позицию. Для меня, наверное, важна отметка, в первую очередь, за содержание. Я объясню, почему. Тот человек, который может грамотно формулировать свою мысль, художественно даже её оформить, если мы говорим про сочинение, уже может дерзнуть на грамотность именно, ну... Дотянуть её потом, да. Да, именно дотянуть, потому что если человек пишет грамотно, но тяжело, тут уже другой вопрос. Вот я дотягиваю до сих пор. У меня была четвёрка по русскому языку, не могу себе простить. Но благодаря вашему эфиру, первой части, я немножечко об этом вспомнил. Я думаю, что действительно обе оценки важны. А во второй части мы поговорим с нашими замечательными гостями о том, как они умудряются ещё участвовать в проектах и зарабатывать для нас победу. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А у нас здесь в студии сразу два учителя. Две учительницы. Юлия Викторовна Быстрикова, учитель русского языка и литературы гимназии номер 18, лауреат муниципального конкурса «Учитель года 2022», победитель муниципального этапа конкурса в номинации «Лучший учитель русского языка и литературы». И учитель года 2023 Софья Дмитриевна Жигорникова, учитель русского языка и литературы гимназии номер 41. Правильно ударение поставил? Всё верно. А, кстати, сразу же, я прям как на уроке сегодня. Скажите, как всё-таки правильно? Сейчас у нас начали возникать там опять же некоторые вопросы. Учитель или учительница? Неожиданный, правда, вопрос? Неожиданный вопрос. Вот вроде бы как, да, там студент или студентка? Ну, у нас... Можно же так и так, наверное? Понимаете, у нас в русском языке, конечно, есть феминативы. Как правило, они образованы от... Рабочая и колхозница, например, точно есть. Ну, это другое. Они образованы, как правило, от мужского рода, но есть уместные феминативы и неуместные. Ну, вот учительница, например, да, почему бы и нет? Но, скажем, докторша, докторка, блогерка... Тяжело, да. Я покрываюсь холодным потом сразу, как только слышу. Вот видите, был отличный ответ. Теперь давайте поговорим. Итак, разделим на две части. Зачем вы участвуете в конкурсах, в проектах? Потому что это же ответственность само по себе, это ваши нервы, это ваше время. И я так прекрасно понимаю, что все-таки иногда назначают, но, насколько я видел ваших коллег, которые сюда приходили, это вам дает определенные плоды. И не только там вот звания, учитель года, но и для вашей профессии, потому что вы там все как-то... Как это проходит? Вот прелесть этих или положительные, отрицательные стороны конкурсов. Начнем с вас. Ну, если говорить о положительных моментах, ну, наверное, вы знаете, в профессии учителя нельзя стоять на месте. Мы всегда в движении, мы всегда развиваемся, мы постигаем что-то новое, хотим быть с ребятами в ногу, идти в ногу со временем. Конечно, и учились мы, когда были студентами, это было определенное количество времени, да, и мы понимали, какие знания, какие методы использовать и так далее. Время сейчас другое, и мы должны быть другими. Знания те же, но мы должны быть другими. И подход должен быть другой. И поэтому это вам помогает. Это, наверное, нас мотивирует, это нас как раз-таки подталкивает принимать участие, как говорится так вот в сфере ребят, прокачивать свои скиллы, чтобы не сидеть за столом уныло, а все-таки разговаривать, можно так сказать, в одной тональности с ними, но о вечном, о вечных темах, о вечных ценностях. Поэтому, конечно же, мы все стремимся, учителя, участвовать, набираться опыта от коллег, смотреть, с чем мы, возможно, нам сложно справиться, допустим, да, и понимать, что нужно развиваться в этом. То есть можно подукрасть у кого-то что-то полезное, а у вас тут другое будет. Перенять, перенять, конечно. В киношной профессии такая, подукрасть, да, говорят. Хорошо, перенять. Софья Дмитриевна, а вы? Тем более, я так вижу, у вас уже прямо научный такой подход. Ну, знаете, первый конкурс, в котором я участвовала, возможно, неправильно сформулирую. Их просто много, уже и забыла название первого. Так бывает, да? Да, это был в прошлом году. Это был конкурс, посвящённый лучшему конспекту урока. А, разработка. Да, лучшему составлению. Да, разработка. Это был мой первый конкурс именно на поприще учителя. Я заняла первое место, думаю, здорово, надо же. Для меня это тогда было, ну как, проверить свои пределы. Да, что я могу, действительно ли я так хорошо, как я о себе думаю. Ну, например. Или наоборот. То есть, чтобы кто-то согласился с вашим мнением, что вы хороший учитель. Нет, себе. Себе, понятно. Да. Я же всё-таки работаю с людьми, мне нужно понимать, действительно ли я иду по правильной траектории. Конечно, потому что для учителя заносчивость – это всё-таки не очень хорошо. Поэтому, как мне кажется, как от неё нужно избавиться, ну или можно, понимать, действительно ли ты хорош в том, что ты делаешь. И дальше уже развиваться, естественно, наращивать знания. Ну, и мне кажется, что для вас, да, для особенно молодых учителей, которые всё-таки ближе, как это всегда, чем ты моложе, тем ближе ты к новому, к новому поколению, да, вызовы все эти. Ну, там много всего, прежде всего, психологического. Вы не остаёте, не на месте, да, вы всё время пытаетесь пробовать что-то новое и сами по себе, да, потому что если человек ничего не хочет нового пробовать, его никто на конкурс-то и не пошлёт. Давайте так говорить откровенно. Вот. А нам важно, людям, которые дети, внуки, и вообще хочется, чтобы на улицах, да, были люди, вот, говорили на чистом русском, на том, на высоком русском языке. Это тоже всё зависит от учителя, потому что мы сегодня в последнее время все проблемы перебрасываем на всех представителей, значит, на полицию, на учителя, на педагога, на высшую школу. И некоторые родители сидят так и думают, ах, это они плохо учат, это не мы. И вот предпоследний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Вот русский язык, сегодня, когда мы, с высоких трибун у нас говорят о том, что вот нужно русский язык, чтобы было меньше заимствований, чтобы больше было русских слов, чтобы словарный запас, то, о чём мы всегда говорим. Хочешь больше слов, читай, хотя бы, ну, классику не всех сейчас заставишь, но хотя бы читай какую-нибудь фантастику, да, и там, может, не самые лучшие, но слова. Кстати, там, наверное, будет больше заимствований. Ну, в общем, читай. Вот что русский язык сегодня для нашей страны? Вот такой глобальный вопрос. Глобальный вопрос. Ну, наверное, язык всегда был и будет таким очень важным аспектом, фундаментальным, наверное, да, потому что в языке отражается, ну, вся наша жизнь, это культура, да, это вот весь наш народ. Вот, поэтому пристальное внимание, да, вот к языку я считаю очень важным всегда, чтобы оно было везде, и в семье, и в школе. А вы вот их тренируете там как-то, ну, слова? Я помню, когда на радио работал, у нас висели специальные слова, которые вот невозможно там забыть, где, да, ставить ударение. Там, например, вот эти, там, значит, аферы или афееры. Ну, орфоэпический минимум, да, да, конечно, орфоэпический минимум может есть в программе. И, конечно, мы знаем слова, которые, ну, сложно даются ребятам в каждом классе, и есть вспомогательные стенды, и при общении с ребятами, конечно, оттачивается, да, умение именно правильно ставить ударение, согласно орфоэпической норме. Безусловно, работа над речью, она очень важна, и в школе присутствует на каждом уроке, независимо, литература или русский язык. На каждом уроке учитель-предметник следит за речью обучающегося, и если нужно вот корректно поправить, то это задача учителя, чтобы ребенок знал, как правильно, и смог потом вне стенах школы продемонстрировать свою речь. И я думаю, что, наверное, одна из основных задач сейчас Софья Дмитриевна тоже скажет, чтобы выровнять, чтобы тот язык, которому вы учите на уроках, он плавно перешел в обычную жизнь. Потому что часто бывает студент или ученик выходит из класса или из аудитории, и вдруг какой-то другой человек становится, как будто бы подменили. Мне кажется, что для любого человека, который хоть немножко работает с языком, в том числе и в нашей профессии, если ты слышишь, когда человек говорит «ихние», для тебя сразу же, ну, вся история человека. Проблема существует, конечно, конечно. Вот, теперь послушаем Софья Дмитриевна. Что такое русский язык для нас сегодня? Мне кажется, во-первых, ну, я сейчас не буду говорить о практической функции языка, да, общения. Это сохранение культурной доминанта, конечно же. Очень хорошо демонстрирует эту проблему тема, которую изучают в пятом классе. Историзм и архаизм. Ну, архаизм – это те слова, которые мы уже не употребляем, а историзм – это те слова, которые называют явление, уже ушедшее от нас. Здесь очень важно современному поколению, поколениям, которые будут после нас, сохранить язык, объяснить, что сохранение языка важно главным образом тем, что язык, история – это два предмета, которые невозможно разделить друг от друга. Юлия Викторовна Быстрикова, учитель русского языка литературы гимназии номер 18, и Софья Дмитриевна Жигурникова, учитель русского языка литературы гимназии номер 41. Мне почему-то кажется, что теперь многие захотят, чтобы их дети к вам на уроки ходили, по крайней мере, по литературе, русскому языку. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания.